11 газовых миллионов в Петербурге задержан глава Махачкалинского межрегионгаза. От первого лица пресс-конференция президента и больной дагестанский вопрос. Аварии на дорогах, цифры статистики устрашают. Здравствуйте, это Мурат Ахмедов и итоги недели на канале ННТ. Обратите внимание на расследование дела об убийстве братьев Гасан Гусейнова. Я должен дать соответствующее поручение. Считайте, что оно уже есть. Здесь два фактора. Это и культура, и сама организация дорожного движения. Очередное громкое задержание произошло на этой неделе в Санкт-Петербурге. В северной столице был задержан Владимир Анастасов. Глава компании «Газпром-межрегионгаз Махачкала». Он является фигурантом уголовного дела о причинении ущерба бюджету республики на сумму, превышающую 11 миллионов рублей. Расследование это связано в том числе с фактами необоснованного начисления долгов за газ жителям Дагестана. Задержание топ-менеджера дагестанских дочек «Газпрома» произошло в одном из медучреждений Петербурга. После чего газового начальника доставили в аэропорт, а уже оттуда в Махачкалу, для дальнейшего разбирательства по делу. Одна из главных тем недели – пресс-конференция президента России Владимира Путина. Настоящий фурор в Дагестане произвел вопрос нашей коллеге, тележурналиста Елены Еськиной, адресованной главе государства, где она попросила его взять под личный контроль о расследовании дела о нашумевшем убийстве братьев Гасангусейновых, произошедшем больше двух лет назад в Шамильском районе Дагестана, но до сих пор так и покрытым завязой тайной. Обратите внимание на расследование дела об убийстве братьев Гасангусейновых. В 2016 году в Шамильском районе в ходе спецоперации были расстреляны два подростка. Впоследствии выяснилось и доказано судом, что они не были боевиками и не были причастны к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас дело уже переквалифицировано. Идет разбирательство по статье 105 «Убийство», где пострадавшей стороной признан отец. Дело передано в Москву, но, к сожалению, точку в этом деле никак-никак не поставят. Я вас очень прошу, возьмите под свой личный контроль расследование этого дела об убийстве братьев Магомеда Гусейна и Наби. И, пожалуйста, как можно быстрее официально реабилитируйте этих ребят. Просто очень жалко родителей. Я должен дать соответствующее поручение. Считайте, что оно уже есть. Бастрыкину Александру Ивановичу, он как раз возьмет это под контроль и мне доложит, что там происходит. Я, честно говоря, об этом первый раз слышу, но обещаю вам, что уделю этому необходимое внимание и у Бастрыкина такое поручение будет. Кроме того, дагестанская журналистка, предваряя свой основной вопрос президенту, затронула и животопящущую тему двойных стандартов в такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как Россия. Где даже на бытовом уровне надо еще многое сделать для укрепления государствообразующих устоев. Мы живем в большой многонациональной стране. И это замечательно. Не правда ли? Очень хорошо. Видите, короткий вопрос. Я просто немножечко добавлю теперь. А мне вообще повезло. Я живу в многонациональной стране. Теперь немножко о себе. В многонациональной республике Дагестан. И еще плюс в национальной семье. Я сама русская, а мой муж аварец. И наши дети, соответственно, уже немножечко, ну, такого неславянского типа. Ну, вы тоже на аварку похожи уже. Да? Немножко есть. Ну, знаете, столько лет прожить в Дагестане. Так вот, когда у меня появились дети, я начала обращать внимание на то, что у нас показывают по российскому телевидению. И очень часто, если не всегда, в рекламах у нас бывают детки такие красивые, светленькие, светлый волос, светлые глазки, большие голубые глаза. И я вот задумалась, а где остальные, допустим, вот какие-то типажи? Ну, допустим, монголоидный типаж. Ведь у нас россиян многонациональный, порядка двухсот народов у нас живет. Остается надеяться, что вмешательство главы государства сдвинет с мертвой точки затянувшееся дело о расследовании убийства невинных пастухов. И станет показательным примером торжества закона и справедливости. Устрашающие цифры статистики были озвучены на этой неделе. С начала года на дорогах Дагестана погибло 329 человек. 30 из них – дети. Об этом на пресс-конференции сообщил новый руководитель управления ГИБДД МВД по республике Александр Шалагин. За уходящий год в республике произошло более полутора тысяч дорожно-транспортных происшествий. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, количество аварий, раненых и погибших на дорогах республики снизилось на 5%. Основные причины ДТП – превышение скорости, выезды на встречную полосу, а также наезды на пешеходов. Здесь два фактора. Это и культура, и сама организация дорожного движения. То есть, не предоставление преимущества движения в тех или иных случаях. Бывает, заканчиваем маневр на перекрестке, уже на запрещающий сигнал светофора, когда этого нельзя делать. Бывает, просто не предоставляем преимущества идущему навстречу транспорту. Ситуации разные, но, тем не менее, вот это тоже у нас одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий на сегодняшний день. Дагестан получил 140 новых школьных автобусов, что позволило обновить региональный автопарк на 57%. Об этом сообщили на семинаре совещания с участием главы республики. После заседания Владимир Васильев лично осмотрел образцы поступившей техники. На данный момент 136 автобусов находятся в накопителе и уже готовы к работе. Еще 4 прибудут в ближайшее время. Напомним, данная транспортная программа реализуется за счет средств федерального бюджета. Уже определены наиболее нуждающиеся общеобразовательные учреждения, которым выделят новый транспорт. Основной критерий здесь удаленность населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, от школ, где осуществляется обучение. Напомним, в прошлом году регион получил всего 35 новых автобусов, а за год до этого 40. У нас недалеко, даже в пригородах Махачкалы, я сама сталкивалась, видела, есть проблемы в этом. Поэтому нам нужно обеспечить безопасность перевозки наших детей. Потому что есть факты, когда стоит автобус старый, а родители жалуются, им приходится перевозить детей самим. Мобильная связь в Дагестане остается одной из самых дорогих в России. Об этом сообщило информационно-аналитическое агентство «Контент-ревью». Жителям СКФО услуги операторов связи обходятся дороже, чем остальным. Рейтинг самых дорогих сотовых услуг возглавила Чечня. На втором месте Дагестан, а далее следует Ингушетия. Самая дешевая мобильная связь, как ни странно, в Ямало-Ненинском автономном округе. Эксперты также отмечают, что со следующего года цены в этой сфере будут только расти, благодаря повышению НДС, а также в связи с уходом с рынка недорогих акционных тарифов. В первозданном виде сквозь толщу веков и память поколений. В Международный день арабского языка в историческом парке «Россия. Моя история» представили экспозицию рукописных экземпляров Корана. Самые древние священные книги в этой коллекции более тысячи лет. Посетила выставку и наша съемочная бригада. Слово Камилю Девятую. «Чудо рукописного Корана» – так называется выставка, в которой самой старой книге более тысячи лет. А один из редкостных экземпляров священного писания, представленный здесь, принадлежал легендарному полководцу Нандершаху. Здесь представлены Кораны из коллекции Института истории археологии и этнографии ДНЦ «Ран». То есть здесь представлены вообще уникальные образцы Коранов. У нас хранятся, можно даже без ложной скромности сказать, одни из редчайших книг этих Коранов. К примеру, самая старая рука здесь Корана – тысяча восемь лет. Некоторые Кораны имеют картонный переплет, оклеенный кожей. В центре имеются тиснения в виде растительного орнамента. Суры написаны красными, синими и черными чернилами. Первые и последние строки текста Корана обозначены крупным шрифтом. Каждую из представленных книг, несмотря на свою вековую историю, удалось сохранить и представить зрителю. Как нам известно из истории, что ислам к нам не вчера пришел, еще пришел во время праведных халифов, пророка Мухаммада, саллиллаху алиу ассалям. И Дагестан всегда славился учеными, богословами. И для нас не должно быть удивлением, что у нас сохранились такие экземпляры. И потому что всегда жители Дагестана и в целом Северного Кавказа проявляли большое уважение к священной книге Всевышнего Аллаха. Часть книг была переписана в Дагестане. Некоторая часть была завезена из Ирана и стран Ближнего Востока. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Страница 19. Так называется федеральный конкурс по чтению слух среди старшеклассников. Республиканский этап которого прошел в Махачкале. В лице-интернате для одаренных детей более 100 чтецов стремились произвести впечатление на публику и жюри, чтобы получить путевку в федеральное будущее. Страница 19 в Дагестане проходит уже второй год. Как отмечают организаторы, в этом году конкурс отличается большей масштабностью. В нем участвуют школьники со всех уголков республики. В году участвовало всего 50 школ по городу Махачкале. В этом году мы немножко расширили наш масштаб. Вся республика участвует. От Ахазского района, Сумадзинского до Северных Нагайского районов. Вся республика почти здесь сегодня. Это же самое, только масштабом отличается. И больше, может быть, возможностями будет, немножко больше призовой фонд будет. Вот победители поедут в Москву. То есть надеемся, что все-таки победитель нечего у нас. Победитель конкурса будет представлять Дагестан на федеральном уровне. Эксперты отмечают, что спрос на классическую литературу у молодежи возрастает. О чем свидетельствует увеличивающаяся ежегодно количество желающих принять участие в этом состязании. Люди приехали из самых дальних уголков Дагестана. Это очень здорово, это очень круто, что люди читают. И это за этим будущее. Дагестан всегда славился оружейных дел мастерами. Заменитые кинжалы и клинки наших оружейников прославили страну гор на весь мир. Вот и сейчас кузнечное дело активно развивается в регионе. В частности, большим спросом пользуется художественная ковка. А мастер из Ахтынского района, для которого обработка металла стала делом жизни и превратилась в настоящее искусство, в сюжете Карины Баталовой. Кажущиеся легкими, но невероятно прочные элементы ограждения. Мы видим их каждый день, но даже не подозреваем, что предметы такой детализации до сих пор изготавливаются вручную. Вот и мастер-то же день упорно закручивает очередную завитушку. Эвакованные узоры можно увидеть на многих воротах в Ахты и не только. Деревянными вещами вначале занимался. У меня никак не шло, хоть палец как на устар уже стал похож быть. А вот этот из-за того, что, допустим, долго давать начал, я даже не хотел такими тяжелыми вещами заниматься. Я приступил, и в этом деле, в меня вот это, наверное, вложил. Удачу, допустим, да, удача по этой линии. Тажетин испытывает огромную страсть к ручной работе. Именно поэтому 15 лет назад он создал собственную мастерскую художественной ковки, где можно погрузиться в творческий процесс, результатом которого станет красота. Самое трудное – это начало художественности вот этих кованых изделий. А так остальное, допустим, все, лепестки, ромашки, вот эти штамповочные вещи, их добавляем на вкус. Придавать твердому железу дугообразную или изогнутую форму с помощью ковки и ручной обработки – волнующая процедура. Это занятие можно сравнить с тренировкой и физической закалкой. В дополнение ручной открутили. Такой начало изделий получается потом. Зарабатывать на жизнь честным трудом и быть полезным – вот главные принципы мастера. Тажетин уверен, что работа руками облагораживает и делает человека лучше. Он хочет также научить этому и молодежь. Последующее поколение, как-то вот я не нахожу подхода, чтобы им понравилась вот эта ручная работа, вот эта художественность, вот эта занятость, вот эта трезвость, вот эта порядочность. И как-то, может быть, вы поможете подключить к трудолюбивости. Кованые изделия отличаются естественностью, простотой и надежностью, ведь они делаются вручную, без применения промышленных технологий. Пройдет не один десяток лет, и каждое произведение останется на своем месте. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Ахтынский район. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. В следующее воскресенье поговорим об итогах года. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»